Любой здравомыслящий человек, открыв сегодняшнее расписание, подумал бы, что это 6 по 20. Но мы-то с вами не здравомышленные существа, а мы-то с вами адекватные дотеры, которые способны ощутить третью карту замечательного, нервотрепного противостояния пакчам против Майтгеймс. И сейчас мы спросим наших пацанов, как у них там дела. Во-первых. Во-вторых, я тут вчера и позавчера столкнулся с моментом о том, что очень много народу говорит о катакомбах, о чем-то крайне негативном и так далее, о том, что люди обузят эти катакомбы в ранкете, там Гатхант об этом писал, НС об этом говорил, кто-то еще об этом. Короче, все хейтят катакомбы на тему того, что их юзают в паблике. Я все это время подумал, что это все, ну типа ничего такого страшного нету. А в чем хейт? В чем страшно? Люди пикают героев, которых они не умеют играть, на тех позициях, к которым они не принадлежат. Люди пикают героев, которыми они не умеют играть, они это делали и до катакомбы. В большом количестве. Это каждая игра в паблике. Ты заходишь, у тебя в среднем 8 игроков из 10 пикают героев, на которых они играют славой, поэтому то, что появились катакомбы, это... Ну, теперь у нас не 8 игроков, а 9 людей пикают в паблике, которые не умеют играть теми героями. В чем претензии? Я-то не парился, но потом ко мне пришел Дарксир на миддл против Тинкера, и я все понял. Ты все понял? Теперь у меня так же больно. Играя в турбо, эти катакомбы вообще не парюсь отлично. Да, мне кажется, я имею в виду, играйте в турбо, сидите там, парни, на катакомбе. Ну, на самом деле, главная проблема, это, скажем, я тебе скажу, то, что система рейтингов сделана так, как она сделана, и что ты его набиваешь, играешь на 2-3 героях, поэтому играешь на своих 4К, на 5-6, на сколько у тебя есть, на 3-4 героях. А так у тебя рейтинг на других героях, он типа ниже. И мне кажется, было бы прикольно сделать какой-нибудь рейтинг типа по там пачкам героев, грубо говоря, то есть у тебя там на пернативнике или 5 тысячам мэр, а на линии 2. Хочешь 5, иди играй на линии. Это слишком сложно. Ну, сделай больше. У тебя больше половины рейтинга, это спамеры 2-3 героев. Некоторые вообще там на одном езжай, это нормально. То есть сначала ты говоришь о том, что у тебя 8 человек не умеют играть на тех героях, которые... Нет, я говорю спамеры. Смотри, уметь играть и спамить, это совершенно разные вещи, совершенно. Человек может спамить одного героя всю свою жизнь, играть на 3К, ему нормально. У меня есть знакомый, который играет, он там рассказывали, на ДП и на Варлоке. Он играет на своих 3К рейтинга. Играет он слабо. Ну, ему по кайфу, ему просто нравятся эти герои, он играет и все. Поэтому, уважаемый Дмитрий, спам и умение играть, это разные вещи, запомните это. Вот, а дальше что я еще добавлю? Добавлю то, что вот эти катакомбы, ну, нужно же иметь в мозге, нужно же понимать, что когда мы входим в ранкет, когда вышли катакомбы, одному не стоит. Поэтому, если, допустим, будешь входить в ранкет со своей пачкой, где люди не занимаются фигней с этими катакомбами, то никаких проблем не будет. Я бы сказал даже больше, у тебя будет простота в плане побед, потому что твои противники будут проходить эти катакомбы, как ты сам рассказываешь, а у тебя будет пачка игроков, которые играют в ранкет на тех героев, на которых они умеют играть. Все. Вопрос решается мгновенно, ежесекундно. Но, но, если ты один, если у тебя нет знакомых, если тебе не с кем играть, рейтинг, Димас, да, если тебе не с кем играть, то в этом случае, да, у тебя проблемы, но у меня, допустим, таких проблем нет. Я в последнее время играл доту только своей пачкой в пятером. Это лучше, чем я занимался в плане доты, допустим, за последние лет. Димон, поздравляю тебя, что ты наконец стал играть в пати, игру в пати. Это первый момент. Второй, если ты выполняешь катакомбы, я не считаю, что плюс четыре тебя затащат, скорее всего, если плюс четыре тебя просто скикнут, потому что ты потеешь, и хотя тоже пятого, который тоже будет потеть, и не будет заниматься фигней. Не, в последнее время, по крайней мере, когда играл я, мне все время инвайд кидали из вражеской команды, потому что я бегаю там что-то из серии 20-0, и им нужен типа тачер, который будет работать. Пора вернуться на мейн? Не, не особо. Ну его нафиг. Короче, разрулились с катакомбами. Разрулили. Да, теперь разбираемся с майнгеймс. Майнгеймс, несмотря на то, что Митя рассказывал, какой прекрасный герой Никс Ассасин, слава богу, они не такого же мнения, как он, они поняли, что это полная шляпа, этого героя лучше не брать. И поэтому они его забанили. И чтобы его не брать, вот как они в прошлой игре взяли его, и он как бы бегал последний по натворству. Хуже бана в первой стадии, чем Никс. Да. На всем DPC всех регионов еще не было. Не, Митя, это понятно. И хуже, чем в First Peak его тоже не было, при том, что все его достоинства ты расписывал, какой же он замечательный. Возможно. Сейчас в майнгеймс просто решили его брать. Давайте мы его берем, просто чтобы случайно мы его не взяли. Возможно, такая логика, потому что в прошлой игре это был самый бесполезный герой. И начинает ленды, кричать в макрой игры. Есть одна причина, почему ты ходишь банить Никса, это если ты берешь себе ОД. Но у тебя ОД уехал третьим баном, то есть они в первой стадии его просто решили не брать. Они взяли Пака, Худ, кого угодно, но не этого парня. Короче, я в шоке. Ты в шоке? В полнейшем. Жалко, что к лака нету у Пакчар. Большое митя, что я к тебе привык, поэтому я не в шоке. Точнее, даже не к тебе, а к вам. К вам бахим скорее. Я предлагаю, короче, ввести какую-нибудь, я не знаю, там вот эту вот стандартную, типа стопочную историю. Кажется, сказать, а Димон пытается продушить. Типа, поднимаем стакан. Поднимаем соком? Например. Ну, как вариант, кстати. Я обнаружу, у нас в кафешке яблочный сок. Бомбический. Так, по чем банить-то будут? Продаются дальше по корам? Я думаю, что пока ничего не будут банить. Потому что надо подумать еще. Время же много. И угадать, понять, что... Майнгеймсу чем хороши? У них название команды описывает все, что они делают. Кто в здравом уме и светлой памяти забанит Никса? И забанив Никса, ты сидишь и думаешь, кто вообще с другой это будет делать? И что тогда нужно против них банить? Они бешеные. Невозможно, типа, угадать. Зачем банить Никса и потом брать Пака? С ни одной причиной, типа, нет. Ты сидишь вот и не понимаешь. Поэтому Пакчампа... Вот они забанят, конечно, ВК, но это чисто за старые заслуги. Сейчас Сапика и Медузу. И выиграть игру. Они скорее просто убрали простоту. В Мангеймс, они... Ну, простыми стапами у них очень легко получалось. Там рискинг, Медуза, поехали. Но если, допустим, сейчас тегеры убираются, то уже дальше могут возникнуть определенные сложности. Первая сложность в том, что Пак на стадии Блокинг-баров он вообще ничего не делает. Ну, он ставит Дрим Койл. Алине плевать, она просто нажимает Блокинг-бар и лупит под пассивкой каждого героя. Здесь еще надо будет собрать МКБ, ну, или там, Сильвер, что ей больше понравится, и просто лупить по Фантомке. Я бою Медузу слева. Да, то есть потенциально у нас уже один кор против двух. То есть Пак хорошо там саппортов разваливает и дэмэдж Вауе наносит, но сейчас нужен точечный дэмэдж. Ну, если они захотят прямо загонгать Лину, типа для них это у них есть все персонажи. Я смотрю, 5 на 5 раскладываю. 5 на 5 прыгает Пак, врывается Боратором, прыгает Фантомка, и Лине грустно. Вот, Лина с 7-8 левела, она просто уходит в лес, и там сразу БКБ, Травела, Сильверейдж, там МКБ, и просто ехала. Я сейчас за Фейс Лис Войда для Пак Чамп, не знаю, играют они с ними или нет, но Фейс Лис Войд тут просто шикарен. Ну, контроль какой-то хочется, да, потому что Дос Абр у тебя без подсейва, что-то такое надо, конечно, брать. Она просто уедет через Хрансферу. Кто? Фантомка. Ну да, это. Выставишь Хрансферу на Фантомку, и Барик, он даже не может не въехать. Барик вообще мало что может сделать, при этом, кстати, Фейс Лис Войд все еще улыбается. Я уже молчу про Пака, если он получает тайм делающим, то ему тоже не особо-то и весело. Из арены он выпрыгивает, и, ну, почти после 30 минуты, это вообще один из самых опасных героев против Фантомки. Я, кстати, не знаю... Они решили не брать сейчас Кора, и у них будет реально... А, они с Сики Роя брали, Майн Геймс, окей. Потому что в Войдаче видно и какого-то... Что я забываю, неважно, потому что самое-то веселое, что ты берешь Фантомку, когда у противника встроенная брейк-механика у Белки просто есть. Да. То есть у тебя герой живет на воротах, но они выключаются элементарно. И у тебя еще второй герой в 95% случаев собирает SilverEdge, ну, или МКБ, то есть, поэтому здесь довольно-таки странно видеть Фантомку, особенно так рано. Если бы был Марс и Фантомка, ну, мы бы сказали, ну, дефолт, а вот то, что Антонда Крана появилась, это прям намекает пакчампам, чем надо заниматься. Но Тимбер они очень быстро показали, то есть увидели Марс, такие, типа, оп, Тимбер. То есть сейчас какого-то героя еще увидит. Из магии один пак. Возможно, у них уже есть ответ, да. То есть чем пробивать его, не все-таки понятно. Говорят, у тебя Силач, парень, который не любит вообще впитывать урон и Силач, это будет очень грустно. Это уже фриление потенциально получается. У тебя Тимбер, который просто выкатывается на сложную, если там будет Барик, ну, представим на секунду, что вот там Барик, кстати, да. А куда ему еще идти? Ну, он еще может пойти в сложную. Если Барик идет в сложную, то это фри-линия для Акора, которая появляется у пакчампа. То есть в любом случае, пакчамп уже имеет фри-линию где-то. Я буду... Давай так, Димон. Назови мне героя, который сможет нивелировать Тимбера на линии с Фантомкой. Насчет линии я бы вообще не задумывался, потому что там поминки будут в любом случае. А вот иметь Скай Рассмага, там забанились? Короче, иметь Скай Рассмага для Майн Геймс было бы здорово, потому что так хотя бы появится мощный рассказ, чтобы можно было кого-то одолеть за копье и врыв Спиритбрейкера. Димон, не хотел посказать за твоего уровня, но мне кажется, что любой герой в БКБ плевать хотел на Скай. Тембер редко собирает БКБ. Тембер обычно собирает Хулт и Улл, но БКБ, они... 33-й вообще просто с каждой игрой. Я говорю про нашу лигу, я не говорю про Европу, Китай, там совершенно другой мир. Короче, в любом случае нужно кого-то развалить за Незер Страйк и Копье Марса. Пока бишь только Фантомка. Причем я смотрю, вот Вайда не забанили, есть условно его брать, Разора не забанили, есть условно, мы хотим что-то быстрее заканчивать. То есть можно даже какого-то Кэлли Шака, он сейчас придет, он вообще его нам в жизни не даст. Берешь Трорблейда, типа при желании... Можешь Медузу взять, которая просто будет Замейкой закидывать. То есть любому герою, которому плевать на Дрим Койл Пака, и все. В принципе, что Медуза, что Войт, там очень много героев, которые просто стоят и говорят, ну ок. Что, время Пангалера? Для Майн Геймс только Скайра Смак спасает игру. Ему, наверное, пятерки не хватает. Ну, там четверка, пятерка не важно. Ну, давай Дизрика скажем. Из самых статистических. Пейн Дизрика. Часно бы сейчас остается из пятерок. Ну, Бейн, типа, таргет, ему сейчас общая погода не сыграет. Типа, нужен урон. Замей, сам поиграть. Нужен не дизайбл, нужен тот герой, который у нас урон. Вот если бы мне Сталина была Квинув Пейн, я бы сказал, ну, Леончик еще более-менее улыбается. А я так смотрю вообще на пики. У нас Квинув Пейн ни в пике, ни в бане. Это типа урон, но это не точечный урон. Это немножечко не того типа урон, который хотелось бы увидеть. Ну, я думаю, что я 2-1 на пакчамп. Тут и по драфту, и по исполнению. То есть все, за них уже. Даже 4 в 5. То есть я не представляю, какой герой может появиться, чтобы я сказал, типа, не, ну, это полная фигня. Даже если Кунг сейчас появится, я скажу тебе нормально. Он в первом, в первом... Даже если он появится, я скажу нормально. Даже если он появится из бана. Да, я скажу, что нормально. Короче, да, у пакчамп прям суперлинии, супертемп, блин, задумайтесь. Приходит пакчамп на эту лигу, первая открывающая встреча, просто разор, разор, разор. Вторая встреча, разор, разор, разор. Ты банишь сикера, банишь Урсу, кого угодно, Манки Кинг убираешь, но не разор. А вдумайся сейчас у тебя Лина разваливает мид, тебе приходит сложный с рейнджовым суппортом, легкую душу от Марса. Марса... Ну, пик шикарный у пакчамп. Осталось только просто хорошо стоять линь. У них Семен же, наверное, пойдет с Марсом, я думаю. То есть это бары... Вот Сема, да. Я думаю, что у тебя... Короче, смотри, у тебя бары если пойдет в легкую, ну они могут же послапаться, куда-то придумать. Короче, если бары пойдут в легкую, там тимбер, беда. Если бары пойдут в сложную, там два рейнджовика. Да, барику некуда идти. Бегать на лину с нулевой. Короче, 2-1. Так, ладно, что там думают наши партнеры онлайн, пока у нас умирает ведущий. Давайте посмотрим на эти замечательные цифры. 1.36 на пакчамп 2.75. Что меня там показывали? 2.75. Просто спасибо, спасибо моему режиссеру. Ненавижу тебя. Мы их обсудили, и, видимо, пора передавать. Пока Кристалл Бэй еще жив. Я еще пока живой. Слово нашим комментаторам. У меня один раз вышло еще эпичнее, чем Кристалл. Аналитика началась с того, что я подавилась. Меня не закажет. Хэштег Кристалл живи. Да. Не умирай. В общем, ситуация у нас ввелась к тому на этой встрече, что все вернулось к истокам. Это тот драфт, сигнатурный для команды пакчамп в начале DPC. Посмотрим, не растерялся ли скилл использования этого драфта на протяжении... По крайней мере, Разора, да, которого они брали. И Дукалис на пятерке вот этой вот Худвинг. Худвинг тоже неплохо будет работать опять же против Фантомочки с ультимейтом, там пассивочки эти все вырубать. Поэтому пик вообще здравый. Пик здравый. Опять же, нужно реализовать. На второй карте они проснулись. Реализация пришла. А вот как раз Майнгеймс очень много ошибались. И главное, чтобы они не тельтанули сейчас после этой второй карты и салатой не проиграли. Это будет сделать не так уж и просто, потому что очевидно, что здесь со всей серьезностью уже максимально сконцентрированы, разогреты. Самое главное, пакчамбы подойдут к игре. И Unique, они, ну, показали себя как команда нестабильная, в том числе, скорее всего, нестабильным майндсетом. И поэтому здесь может случиться так, что они уже тельтанули после первой карты. Давай смотреть. Катка началась, расходится сразу в ментальных смоках. Вардики проставить. Будем наблюдать за тем, как сейчас пойдет игра, потому что видим то, что у нас очень любят стартовые файты, Unique, навязывать. Ладно. Майндгеймс. Господи. Ничего страшного. Будь неладен тот и сейчас заикается. У меня такая же проблема с Team Spirit и Empire, поэтому я тебя прекрасно понимаю. Тут, скорее, знаешь, проблема в том, что команда сменила текст, сделала это посреди сезона и все остальное вокруг этой команды осталось Unique-овское. В плане вот графики, допустим, внутри доты, графики, которые в каких-то новостях имеются, и у самих у них логотип какой-то. Ну да, на логотип смотришь просто и хочется. Очевидно, что перерегать команду так и не дали в Майндгеймс, как бы новый тег завести, чтобы был и клан, тег другой для команды самой и, соответственно, эмблема другая. Поэтому так и будем до конца сезона смотреть на призрак команды Unique, которая, возможно, радуется тому, что продала состав и сейчас как бы эти деньги между собой делят организации. Ну или грустить о том, что они потеряли Петушару. Интересно, у нас два варда стоит здесь. Я думаю, кто-то сейчас один из вардов должен спалить опять же своими мувами и передвижениями. Поэтому там должен произойти, наверное, Дивард. Вон тебя нарисовали. А блондинка это ты? Получается так. Ну да, получается. Посмотрим, что еще получится. Поровну по рункам получится. Без боя в этот раз, как ни странно. Так что первой крови ФНу не достанется в этот раз с самого старта для того, чтобы заработать себе лишнюю денежку. Будем наблюдать за развитием событий по линиям. Что здесь можно предугадать вообще? Лина, понятное дело, мы видели двух лин подряд от самих Майнгеймс, от ФНа, его сигнатурка. Здесь он будет играть на паке. Тоже огромное количество опыта. Топ-3, как минимум, его герой с точки зрения пикрейта и винрейта, соответственно, если говорить про линию. И Янгжи тоже отличная лина. Он столько классных игр показал на протяжении предыдущего года, этого года. И я думаю, что тоже явно не забыл, как на них кнопочки нажимать. Но он должен, мне кажется, выигрывать эту лайн. Вот сейчас неприятный момент, на самом деле, вот так вот по рейджовику как бы ФН не очень хорошо поработал. Здесь моментальная атака. Настрала хотят прям с нулевой здесь ломать кабину. Там еще флазочка есть. Думаю, в принципе, пока они грамотно делают, что сразу с нулевой нападают, потому что как только Тимбер получит там левел третий, его уже отсюда будет не прогнать. В этом проблема, что они не хотят астралу ломать кабину. Они понимают, что у Тимберу они не сломают кабину. И сейчас, с учетом того, что у него еще нету вообще реактив фармера, он его не вкачал на первом левеле, он взял себе Тимбер Чейн, они как-то и не попытались, но может они уже заранее поставили себе цель. В любом случае, Тимберу там будет достаточно просто. Много магического урона прямо сейчас на ранних левелах пятерка Джекира не выдаст. Никакой магии не может тебе показать Фантомка, чтобы тебя напугать. И поэтому он там будет фармить, стоять, отгонять милишного кора, что очень важно. И нижняя линия. Здесь тоже зададимся вопросом, что здесь можно ожидать. На бумаге очень сильная линия Боратунка плюс Марс. Сильная линия, да, но против них два рейнджевика стоят. И вот это вот самая главная проблема, наверное, что неприятно делать какой-то размер, потому что тебя всегда держат на дистанции. Не слишком много ты можешь эрегеном выбивать от своего противника. Да, можешь там набежать, понятное дело, но там худлинг очень сильна опять же против милишников. Так, продолжают, продолжают пытаются душить Тимбера вместе с Миреской. Вот опять выход на Миреску. Может быть, убьют. Может быть, Силлз Блак, кстати. Ну, хороший телепорт. Опять же, айс спас, а тут нет. Должен уходить, да. Фласочку сейчас моментально отопьет. Астрал второй раз выгоняют уже, видим, под Т1 Табор. Уже много рейген он потратил, но бог с ней, с этой Миреской. Она не та четверка, как там, допустим, если бы это была бы четверка вивер, которому нужно прям в какой-то тайминг на фарминге гоним. И не прям таких артефактов супер важных нету. Что-то на фарминге, если чего-то не на фарминге, бог с ним. Может у нас выйти в итоге худым вообще какие-то предметы. И Дукалис, я не помню, кто у нас играл на худым пятерке, которая в итоге очень сильно объела команду и стала собирать зачем-то Милл Штром. И так не было понятно, зачем мы команда игру проиграла. Не помню, в каком это диве даже было. Дукалис вообще в принципе играет с этой позиции. Вспомню вот его вивера, да, как, что у него там было, Иул, Афорстафа гоняем. Да, он убивал много на линии, поэтому эти деньги были неукраденные. Здесь тоже можно пытаться так. Черная попытка на Астрала напасть. По корням тут все корни доджат. Фласка приехала, но Физблат, отлично. То, что нужно сейчас ребятам из Майнгеймс как раз с этого лайна, чтобы Фантомочка и аджокировать от своей лайн доминировали. Самое обидное для Астрала здесь, что всех этих проблем бы у него не было, если бы он на первом левеле вкачал бы себе Шедоу Рилм. Да, кстати говоря. Ну, бывает. Возможно, и не факт, возможно, как-то бы он и пережидался после этого, пока колдаун Шедоу Рилма, его бы все равно бы давили и убивали. Но получилось вот так. До сих пор первого уровня. Кстати, бегает. Так второй не получил. Он не крадет как у Малека. Да, третий левел стоит уже. Малек. Вот приходит, ну надо, надо. Да, вот одного крипа и все. Уже будет неубиваемый здесь Шедоу Рилмун, скорее всего. А вот второй получил заветный второй уровень. Не то, чтобы неубиваемый, но будет, очевидно, посложнее. С другой стороны, вот благодаря тому, что он выгонялся, хороший левел сейчас у Симбера, он впитывал всю экспу, которая была здесь. И теперь его будет сложно, во-первых, выгнать. Его не выгонишь уже. Во-вторых, он начнет сам уже давить. И будем смотреть на это, потому что можно теперь и под тавр задавить, и не пугаться, можно и демошь нанести. Хотелось бы хотя бы на единичку качать первый спелл, но этого мы дождемся. Пока есть разгон по Янгджи, ФН уже готов его разминать. И много магического урона входит, несколько тычек, и последняя добивает. ФНу достается фраг. Неферсблат в этот раз. Хороший, очень хороший фраг. На самом деле, забрали мидером, потому что Лина шла топ-1 по Недерсон, сейчас подупала за счет этой смерти. Ну и Пакой догоняет. Вигнум начал заниматься тем, чем занимался Дукалис на первой карте, и чего сам Вигнум до этого не делал в рамках этой баспортной серии. Он начал секьюрить линию своему мидеру, передвигаться и сетапить фраги. Очень важно для Пака сейчас не дать, по крайней мере, большого буста этой линии, потому что Лина в любом случае свою наберет потом, но можно ее немножечко замедлить. Сейчас под шестой Пака можно выйти, опять же, такой же килл сделать. Тоже неплохой моб будет. Подзвать Джокиру, подзвать Барыча и прям за Дримкоил опять отправить в таверную. Сейчас будем смотреть, получится это сделать или нет. Потому что я думаю, что вот смотришь на Малика, смотришь на его ХП, смотришь на его левел и такое ощущение, что он соберет кут и у него еще долго не будет возникать проблем. Манно-ботинки хочешь сначала первым взять себе интересный такой. Да, он решил скиднуть Солринг, видимо, или он себе его везет. Но так или иначе манно-ботинки у него в квикбайе стоят. Значит, он об этом как минимум серьезно задумывается. Так, Бак что и получил? Бак получил шестой. Ага, вот у него и не долетел до него Солринг, как раз про который мы только что говорили. И есть убийство по петушарям. Докалис забирает себе фраг. Опять, кстати, то, что мы обсуждали. Хорошо, опять, Тимбер тут заходит. Насамбля опасная тут для Севен Джезу. Ну вот, начинается геймплей Тимбера. Типичный. Он за Т2 тавер выгоняет Кора. И Сапор здесь рядом, и он фактически ничего не может сделать, чтобы остановить это убийство. В общем, на корне сейчас Севен Джезу попался, но все равно Пласка тут его спасает. Нужна помощь. Семе нужно быть осторожным. На самом деле, так агрессивно стоит. Но сюда Барыш бежит. Сюда Барыш бежит, и на Малико здесь будет нападать. У него вторая пассивка. На самом деле, он пробиваемый на данный момент. Видишь, регенится пока. То есть, прямо сейчас на него никто не нападает. Было 8 стаков, на регенился. Сема заберу. Слеер здесь, кажется, не выживет, хотя есть, кажется, управляются в таверну. Так. Тарфилова. Так, ну давайте теперь посмотрим на эту ситуацию в макро. Здесь под Т2 вышкой тусил Малик на протяжении минуты. Стянул сюда четырех человек. Да, он умер, но насколько его смерть рентабельна относительно тех ресурсов, которые он команде своей заработал? меди-тауэр не упал. Соответственно, хотя можно забыл дамо живого упасть. Но тут крипы кончились. Так бы он его побил, конечно же, до Талова. Будем ожидать, чтобы в ближайшее время с этой линой, потому что от нее перетяжек пока не было никаких. Янгжи решил АФК пармить свою линию. Малик много времени выиграл на самом деле. Он сейчас Фантомку выгоняет в лес, он не может там стоять спокойно, потому что там очень много дэмэджа. Жаль, это дело до ПТ. Да, с ПТ-шкой было бы более комфортно. Так, все, Малик оккупировал эту лайн. Нужно как-то меняться. Нужно сюда спорта приглашать, если я какого-то Джекира. Он ставил экспо-лутал, а Фантомка потихонечку в сторону туда, к треугольнику, уходила. Я тут подумала, Малику мог бы помочь выжить в Солу-Ринг. У него было бы как минимум гораздо больше силы, например. И это могло бы ему помочь выжить. Но, может, и не факт. Видим пока что, что Семача нашли. Сейчас Сема один, и к нему явно не будет приходить Фантомка. Ей здесь делать нечего. Стан прожат. Чакрамы уже есть, Чакрамы работают, и Сема умирает. И дальше Петушара. На него снова с Петушарой контроля не хватает. Нужна Белка с привязкой. Но Белка далеко. Так, там Баратрум подходит еще на самом деле. Крылату могут быть тут проблемы. Далеко очень идиот. Петушар агрессивно действует у нас здесь Крылат. Нань, вообще не боится под Тайдин Тавер к противнику лезть. Хотя сюда кто угодно может сделать ТП, убить его, а умирать лишний раз раз в Оркаре не хочется. Ему поэтому трудно комбактить. Есть Орешек от Дукалеса. Есть Разгон по нему самому, но никто не пошел дальше. Опасаются Лины. Бигдума проблема по левелу. Восьмая минута не может где-то найти где-то как раз какие-то пиков и левел покупать. А? Он много бегал. Да, ну к десятой минуте хотелось бы уже шестой иметь на этом парне. Так что тут и книжка может не спасти тебя. Джакир, я тоже думаю, сейчас не слишком много экспы имеет, поэтому за книжку еще надо будет побороться. Не то, что побороться, надо будет подумать, кому она больше нужна. Барычу. Ну, как бы четверочка все-таки. Джакир надо было сверху стоять. Как раз вот оккупировал бы ту область и там свой левел набрал бы. Где-нибудь там в тенечке постоять. Малек. Фармит худ, видимо. Я видела кольцо на реген в квикбай, а на сам инвентарь посмотреть не успела. Пак с руной волшебства. Это повод попробовать гангануть где-нибудь и использовать бимкоил. Пока у него топовый нетворс с небольшим совсем отрывом от осистилилина буквально 100 золота. Да даже не с ним. Пару десятков золотых. Приятный артефакт для пака. Кеноптик стартовый. Лина бы тоже не отказалась от такого по возможности. Сбирает тавер наконец-то. Ну да, в принципе по таймингу опять к 10-й минуте даже без каталажки этот тавер упал. Что у нас снизу? Какой-то выход хотел сделать. Вот Худинг правильно делает. Надо тавер разменивать. Соскаре стоит снизу лутает экспо лукалец. Ну смотри-ка у него 5-й левел вот уже должен появиться одного крепца не хватает и Бен пушит внизу. Руна волшебства сработала. Она не была реализована в какое-то убийство ну ладно. Пущенная возможность иногда не так сильно портит картину. И сносится дефолтной вышки размены никакого сверхмеры не происходит. На миде все так же цел тавер который Лина начала бить не продолжила ничем эту мысль. И в принципе игра начинается для коров команды Мангеймс неприятно но не смертельно. Видим 2000 преимущества и относительно разора она никак не отстает. Так тут все-таки дукалисы нашли и будут убивать. Копьем главное попасть. Ну по порядку. Да и не понадобилось. Арену можно было бы даже не ставить. Наверное с марсом не тратить. Кулдаун 90 секунд все-таки. На миде тавер падает. Вахчан активизировались. Быстр все в смысле слег. Два вот этих нужных тавора. Ну и можно вражеский лес полностью захватывать выкуривать оттуда героев Майнгеймс и отрезать их от фарма. Вообще пространства для фарма и так уже не очень много. После Тайдзин вышки решили оккупировать Покчампу большой лес в Майнгеймс и там с тройкой тоже все далеко не так гладко. Постакать много возможностей не было. Саппорты были не так уж и развязаны. А Фантомка вообще не любит чтобы ее отрезали от фарма. Потому что у нее плохо все. Смотришь на артефакты еле-еле фармится Это только Брутсворд там нет артефактов там даже Персика нет еще. Там нет кольца. Треугольник будем пылесосить других вариантов нет. Может иногда в вражеский лес будем забегать в какой-нибудь спаун до фарма. Понятно почему такое произошло хоть и Сэмэн Джесса не умирал его выгнали в лес без ПТ это сильно замедляет фарм на самой ранней стадии игры. Нужно как-то выкручиваться. ПТ дофармил теперь потихонечку занимается БФом рано или поздно дофармит и пойдет в гору все это дело просто нужно время нужно выиграть немного времени команде Пакчамп и они могут это сделать у них сейчас хорошо запакованный пак у пака либо уже появился либо скоро появится предмет Вичблэйд Вичблэйд по идее должен быть потому что когда они того снизу сносили Тир-1 у него там 200 голода не хватало по идее он уже с Вичблэйдом должен бегать Малик как у себя дома на этом лайне стоит ой-ой-ой что тут делает Дукалис он просто делает ревил нужный ревил сейчас для них опять же отлично девочка отрабатывает сорвал все планы тут в целом с таким гангом трудно было зайти очень уж издалека шли по совсем неизведанной позиции и у нас коэффициент от онлайн на экранах 1.12 на Пакчампу и 5.00 на Майн Геймс Майн Геймс да в целом да объективно пока что как бы проигрывают ситуацию сейчас с Майн Геймс но не настолько прям критично чтобы им какую-то десяточку выписывать то есть камбэк натериальную правда вопрос за счет чего нужно как-то скооперироваться Марсу и Паку и попытаться все-таки со следующим смоком может быть загонгать вообще не готовы драться с Фантомкой ее надо оставить в покое и не трогать не хотели это сделать и произошел ревил от Белки от Дукалеса так еще один нажмите можно или нужно даже это было сделать но мне кажется его просто нет но я говорю по следующим поэтому когда мы узнаем ситуацию тут в принципе подарочек приехал новогодний из Астрала халява Астрал подфидел Астрал четверка так нельзя загуливать ну 3000 за Пакчамп 13-ая минута подошла к концу и Тушара прям по бардам гуляет поэтому Дукалес осознает что здесь все далеко не так просто и Янгджи рядом они вместе уходят опять переиграли вот именно на обижении которое у них был в этот момент и Фэна нашли Малека нету никакого стана для того чтобы Фэна остановить да и даже если бы был слишком тяжело ловить Пака у Малек все шикарно и по Нетворцу в принципе с нулевой фармит нулевой себя чувствует комфортно страдала только его Мереско на лайне на него вообще не нападали ну один раз когда его загоняли там всей толпой атака у него все шикарно крылат почти кстати почти два блокенбара готова у Пакчампа я думаю они ждут именно этого момента когда они их дофармят на линии почти готовы и на Рейзер почти готовы и хотят после этого наверное идти и драться и уже полностью захватывать преимущество вот он очередной смог еще один нужно ловить пытаться кого-то находить но опять же Коры вообще не подставляются бездействие не выход в их ситуации вообще не выход поэтому похвально то что они нажали смог пошли но к сожалению Пакчампа прямо вместе держатся с самого старта практически они не дают возможности читают читают эти все моменты то что то что могут сейчас делать у нас в Майнгеймсе в принципе попадают так там Юл и дальше что Бладстоун что-то я видела в Квай появилось он самый да и Тимбер прям такой классический Тимбер тот самый который нормально начал линию и выходит таким крепким что приходится приложить большое усилие чтобы его убить а тут три топовых нетверса у них причем знаешь в этой игре совершенно пока не видно Разора его просто нет он просто фармит ну там до Блкинбара буквально голды 500 даже меньше что-то из этой серии сейчас его Блкинбар на Лине соответственно Юл да собрал себе Тимбер все уже готово да и БКБшка на Лине на Разоре и все и можно идти вперед в принципе все у тебя есть Разора тоже более чем устраивает бездействие до появления у него БКБ плюс рефрешера например это пиковые силы с точки зрения дэмэджа в секунду Пак собирает себе блинк до него еще далеко только начал это делать Лина БКБшку себе везет да скорее всего денег нет бэф появился 15 минута хорошо все-таки в итоге уложился в тайминге ну все равно поздновато поздновато ну не на голое тело собирался орбов Короужен которые неплохо так денег стоит для религейма ПТшка так что мне кажется более чем приемлемый тайминг самое главное теперь дать еще дать еще немного времени чтобы пофармить дизольф из БКБ надеюсь именно этот билд здесь будет а пока погибает Двигнум четвертой команды Майнгеймс Петушара на него напали но он нажал арену которая ну развела на БКБ фактически крыла правда сейчас он умрет поэтому не сказать что развела мне кажется Петушара развели просто здесь БКБ долетел да кто же знал что на 15 минуте БКБ есть у Разора и второе второе у Элины два БКБ готова все вперед в атаку Паппаки пошли так Дукалица у нас здесь опять подставляется должны его забирать хорошо здесь рассказ от него влетел но главное что Паку не умереть потому что должен сработать сейчас шифт успевает поражать но он третьего уровня не может никуда деться дайгера нет не отпрыгнуть весь Блайт отрывала стойко и Пак тоже здесь умирает 3 в 1 по размену очень уверенный выход от Пакчамп первая карта они все таки выиграли вторая карта началась с хороших линий хотя бы вот мида но потом все пошло очень плохо начиная с мидгейма а эта третья карта получается самая однозначная пока что для Пакчамп 6 тысяч уже а вот как комбегать вот за счет чего фантомка должна быть крепкая но опять же у нее тоже дела не очень идут крепкая фантомка но опять проблема того что нету такого важного спела который может помочь перевернуть игру есть арена марса для контроля чтобы начать но там есть БКБ Пак тоже как бы в определенной ситуации может хорошо подействовать ему надо было делать это раньше начать мне кажется так а тут пока что Малик очень далеко пошел команда у него здесь поблизости она сейчас успеет потянуться пока его тут пилят даже треть хп еле снимали но сейчас уже начинается этим магия и Малику немного больно Малик продолжает тянуть время подтягивается вся команда Крылат сейчас прожимает айвдешторм и идет в драку Малик по прежнему жив погиб уже Марс и дальше ФН будет следующим ой забирает все-таки Тиммера получился у него напоследок хотя бы фраг себе выжить но сам умирает ну плюс Миллер опять ФН здесь не сильно рассчитал свои способности опять умирает Миллеру так конечно не свойственно умирать особенно Паку ну Пак в этом плане очень азартный герой то что тебе кажется что ты из любой ситуации можешь суметь выйти то что ты всегда успеешь нажать shift блинкаут или shift хотя бы арбу но в этой ситуации он видимо так рассчитывал что он заберет Тиммеры и отойдет но получилось не то что он хотел в любом случае фраг он получил вот если файтерка посмотреть может быть даже он в плюсе по деньгам остался по экспе в любом случае в плюсе потому что забрал богатенького Куром и Янгжи выбивает нейтральные шмотки для своей команды Худвинг пятерка собирает уже практически в шаге находится вот соло креста который усилит дэмэдж который может внести что Лина что Разор много физики выдают суммарно Бакчамка вообще не уходит с вражеской территории прекрасно понимает что они сейчас очень сильные захватили треугольник не дают там фантомки нормально расфармится Тиммер там верхняя лайн отпушивает тоже не дает к этому Тауру подойти контроль карты сейчас и макроигра запах Чампан полностью Янгжи в инвизи сейчас может поймать да да ФМ тут как тут попытаться вот цепануть видит 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 там тревела тоже будет отпушивать до конца там и Тиммер еще ой как неприятно ой как неприятно тут и для Янгжи то что в последний момент страйфанулся здесь страйфан и такой халявный килл вроде был но там на миде убивают да на миде еще одна смерть происходит для фантомки неприятно не знаю как тут в Майнгеймсе нужно быть все не живет вылет его здесь да трудно как-то даже хайп вокруг этой карты создать потому что такое многообещающее начало в одну калитку идет после появления этих блокинбаров заветных просто в одну калитку началась вот так у нас пока в СНГ складывается тот кто начал проваливать сезон проваливает его до конца кто начал успешно пока что и ведет и дальше успешно каких-то прям сильных неожиданностей которые испортили бы все пока не происходит но такое может случиться дальше в том числе и у Пакчамп их завершающая встреча будет с командой Hellraiser практически в последний день в принципе СНГ ДПС первая его часть как называется Винтерс Тур Винтерс Тур но мне это нравится больше первый тур а не первый сезон ДПС это хотя бы немножко не вводит заблуждение когда ты об этом говоришь и будем смотреть за тем как Лина фармит себе уже Сильвер Эдж начинается все уже быстренько с стаками которые сама себе делает и фармит изготовь уже первый сейчас буквально дофармливают этих аншертов тысячи голды на подсворд сейчас понесет себе Shadow Blade ну и хорошо ну и хорошо уже есть возможность напасть потому что явно пространством своим собственным лесом не владеют Мангеймсы и Сентреера ставить там не могут чтобы ловить такие вещи на подходе везде это поможет заставить драку и вот уже репрешер появился у крылата давайте посмотрим вообще на его гилд до чего он добрался до этого время БКБ Falcon Blade Аганим надо делать опять же чтобы быстро сносить строение потому что они в ближайшем будущем будут уже наверное на рампу подниматься поэтому я думаю Аганим самый нормальный выбор следующего артефакта так кстати так пока у нас слэеру пытались убить нету контроля у этих двух но хватило демаджа последнюю секунду телепорта хорошо насчет рампы вот в этом есть трудность потому что без Аганима демаджа от Разора по таврам немного так Бен минус тычка последняя в любом случае не доджилась поплыли у нас Мангеймс вообще не от тавр демаджа тимбер и единственное кто прям лупит ТВРа это Лина и возможно из-за этого заход на хайгра он затянется МКБшку решил крыла здесь собрать опять же поуверенней сыграть против Фантомки ну вот видим то что по-разному решает проблему миссов у Фантомки Лина и крыла Лина решила выключать пассивку а крылат решил на Верочку слабых не включать ее надо включить какую-то дополнительную пассивку например ярость загнанная в угол жертвы для команды Мангеймс это Мангеймс пока у них не получают это сделать пак очень много умирает в таких соло выходах не хватает ему даггера опять же пожевать через шифт даггерочек ну и заход заход на Рейзер не знаю там БКБ там рефрешер там очень сложно должно быть хотя можно через Тану попытаться его здесь убивать убивать есть хорошо хороший фраг стрик сняли 500 золота все метро ладно команда вся подзаработала тоже дабл дэмэдж у Лины бутылки она нажимает инвиз и сматывает удочки я посмотрела на Розора сейчас ему бы на Манку что-то собрать у него 900 монопул а рефрешер стоит 300 два ультимейта по 200 и еще плазмофилда со статиком то есть как-то там его притык хватает если ты с хуманой аганим поэтому хотя бы это 10 интеллекта с аганима и плюс бонни бустер так ну минус Сяма по идее не попадает у ТНГ не-не-не-не не работает Семен так не работает а потом не умереть бы да должен уйдов дойти пак там летит помочь чтобы лекануться вот хорошо ну вообще Сема мне в этой игре начал напоминать драконовское Риме который через 5 минут борьбы становится таким что ты убиваешь его буквально за пару стрел здесь никак не получается ему жить эскейпа никакого у него нету денег на то чтобы купить себе этот эскейп тоже едва ли в ближайшее время появится потому что там уже даже тот же самый Гзиммер едва ли поможет фармить негде тебя везде принимают Бигнум вот за счет этого Шадо Блейда который он собрал смогли они убить как раз таки Рейзера буквально пару минут назад и все я думаю после этого очень трудно будет этот Шадо Блейд реализовывать так опасно опасно-опасно-опасно Бигнум телепортируется сбить некому Тимбер успеет Лиу не успевает в этот раз не успевает Силер на линии такие же бешеные слоты сейчас у Розора и у Лины и у Розора тоже Лина уже с Хильвером 23-я минута у нее столько слотов на Розора тоже без слотов смотри на Нетерсы у меня они прям вровень идут у всех по 14 тысяч надо будет потом в итоговой статистике на ГПМ посмотреть а господи а господи какая итоговая статистика у нас в углу написано Лол около Аватар это тройка причем и тем временем у нас зарубили и повысили себя ГПМ кстати Марса у Петушары вся серия не пошла к сожалению как бы горько не было это поговорить но после Квалауна Интернешнл такие моменты за которые его все полюбили перестали являться практически всегда так Фантомка сейчас буду цеплять через Юл наверное опять успевает стой это тиммейт хотя стой Юль у Фантомки 400 КПМ 453 это первая позиция трудно трудно находить фарм когда тебя очень быстро в лес прогоняют поздняя Батл Фьюри в общем тройка занята вражеской командой где тебе находить этот фарм непонятно Кай Асенш появляется у Пака у кого-то БКБшка там еще по-моему по-моему у Фантомки появился или у Марса по-моему у Фантомки вообще она должна была ее собирать по идее после БФ и посмотрим как это отразится на игре получилось за последние 5 минут сделать один отличный фраг по разу отличный фраг зацепили его когда он был один когда никто не мог помочь убили законтролили все было отлично но больше ничего не происходило и тот фраг достался и вовсе пятерки уже столь пошла какая-то ловит Пака и начался еще один файт правда трудно его назвать поэтому это снова избиение дракона скорее все можно будет дожидаться 2 минутки Рошана заходить на хайграунд теперь уже думаю что всего того что есть у команды Пакчам должно хватить для того чтобы не ковырять еле-еле хотя разор МКБ все фармит пока что не так уж близко к нему находится Рошан 2 минуты подождем основной таймер после этого там возьмут наверное шарник возьмут второй же Рошан вернувши шарник возьмут айгис и можно будет уже лететь на хайграунд не знаю ну МКБшку нужна он прям с рук что ли любит прям сильно нет а вот чтобы снести быстрое строение когда у тебя уже есть рефрешер аганим вообще супер круто зашел хотя из 3-го 4-го Рошана может подобрать его попытаться боюсь что до 4-го Рошана эта игра просто не достигнет я тоже так считаю помните что у нас есть баннер по трансляции от Винлайн на который который можно использовать и Лина видим то что у нее линка в планах это защита от спиритбрейкера который может нанести единственный фатальный контроль ей сейчас с точки зрения ее блокинбара я страховалась от ультиматива да ралат пока аккуратно пока просто прижимают по максимуму прижимают чтобы прям реально на хайграунде сидели ребята из майнгеймс чтобы пока Рошана ждут они не успели ничего на парте критическую массу набирают всем этим фармам контролируют прекрасно все передвижения станц Ливер появляется или по к чему можно отдать разору и он выиграет игру или по тимберу оставить да тимберу и так нормас мне кажется он и так без проблем весь контроль который здесь есть все с полы переживет еще и блустон появился близко всему да тоже потенциально большое количество хп так выход у нас со своей территории со своей половины попытка вот найти но они в одно и то же место постоянно приходят как раз здесь никого нет второй смог подряд нажимают вообще интересно что они так далеко пошли в такую точку где так опять опять на Рейзера опять него опять можно Марс нужен срочно здесь это все пролонгировать успевает нет БКБ прожимает здесь Рейзер рефрежер сразу дает моментальный ультимейт минус 1 отлично настройка дисконт отправляют собирает первого собирает второго ну нужно бежать здесь ребятам из Майнгеймс потому что они эту драку уже не вывезут самое главное не отдать сейчас Саван Джессу ему надо жить ему надо жить а как он будет жить а никак у него это уже не получится его зацепили убили и размазали по стенке чуть-чуть перед Рейкер поспешил вот если бы Марс успел бы как раз копье свое дать и была бы такая ситуация как у нас тогда гангом Разора в тот раз они бы могли здесь за сноу болит неплохо но из-за того что он БКБшку прожрал конечно тут ничего не получилось смогли забрать ну и заход на рампу будут ломать 20 секунд у них есть до появления Марса 30 до Фантомки ну и центральный коридор нужно сносить пылина очень сильно разогналась уже темно же много по Тауру тут наносят клиф моментально проживают выигрывают какое-то минимальное время для себя Тауру должны добивать здесь ребята из Покчампа Покчампа собирались тихо ждать Рошана но сами на них вышли Майнгеймс сами проиграли драку и это позволило по крайней мере эту три вышку забрать вот так вот бесплатно показывают нам как видят карту ребята у нас из Майнгеймс вообще просто все черным-черном только два варда стоят непроглядные ноти да непонятно куда выходить непонятно куда идти но решили все равно выходить мне интересно на Саун Джессу он дофармил или нет вот хотела сказать про то что даже при поражатом БКБ был шанс убить крылатый если повезет на криточек нет права не болей тут у нас был бы шанс его убить но нужен дезолятор потому что дэмэджа все равно не хватает даже с критами пока фантомки тем более что там уже много слотов в сумме которые могли бы помочь задефать и видим Пака наконец-то у него блин даггер а что он все это время фармил что у него есть Кайя Сэнш блинк кайя Сэнш кайя Сэнш кайя Сэнш кайя Сэнш кстати ФН один из немногих кто не следует примеру расхожему примеру Тану Ту Токио который собирает вот примерно на таком слоте уже Аганим он решил собирать себе Зерил Аганим очень сильный артефакт на паке но почему-то его не любят прямо до самого позднего лаитта собирать ну многие любят причем я видела немало паков среди более низкого уровня команд который играет во втором дивизионе на Д20Л который собирает вот вообще чуть ли не на голый тело аганим у тебя там вичблейт аганим вот так примерно аганим поздно все к этому придут потому что так оно и есть ФН не прогибается под изменчивую мету у Малека уже фармится Блэккин Бар там Рошан фармится уже в это время да и без него справится он там не нужен по большому счету Янджи сам справится Разор будет собирать себе Сатаник решил укреплять хитпоинты ну и действительно 2600 хп я думаю что Лина примерно похожими вещами займется если вдруг понадобится потому что рано или поздно Фантомка рискует нанести много дембега с крита тем временем Бигдум погибает от Малека Малек успел перетянуться на нижнюю линию и забрать четверку вот это БКБ для него вот сквозь БКБ ему вообще никто урон не нанесет потому что единственный физик здесь это Фантомка а Фантомка к сожалению не в той кондиции ну Дизольда собрала какой-то дембеж будет Гратс 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 да но Гратс очень близок к проигрышу на этой карте 20 тысяч ведут как говорит Лос поздравляем с выходом во второй дивизион к сожалению на данный момент что к Империи что к Майнгеймс эта фраза относится одинаково а Дэнди поздравляем с выходом в опен квала поздравляем с выходом в опен квала показали замечательный отрицательный рост ну плохо плохо да к сожалению плохо к сожалению чудес не происходит 12 минут понадобилось для того чтобы показать что преимущество уже ничем не перевернешь 30 минут понадобилось для того чтобы зайти на хайграунд с Аигасом и скорее всего закончить игру потому что депать нечем да и драться против этого дабл дэмэджа против этих артефактов которые сейчас есть у Пахчам но ты просто не можешь у тебя не хватает ресурсов пробить кого-либо да ты можешь там какого-то из суппортов убить либо Мереску либо Худвинг но они сейчас аккуратно в позиционке сзади стоят и очень трудно это все сделать вот попытка как разойти в спину чтобы их стереть но там атака по-моему да Петушару там просто с руки ни единого стула не даб Янгжи пробивает Петушару практически все хп ему снял Саванжесу его надо убивать но должен это делать крылатый у него МКБ Саванжесу потратил БКБ сейчас оно закончится и едва ли он сможет поучаствовать в файте еще Сема погибает вектор протекшн включился крипы закончились надо возвращать их обратно байбэк от Семы в полном составе снова продолжит драку команда Бангеймс но здесь есть трудность есть трудность то что даже Аегис не был выбит Малик очень далеко пошел БКБ прожал живет он получил контроль от Бигнума но больше его ничего не задерживает теперь он будет пилить Фантомку Фантомка отпрыгивает под Сема есть порванный Дрин Коиллс нулевой дальше теперь Петушара отталкивает его вообще не попадает талантами Малик здесь просто не пробиваем опять же прожимает Булстон останавливается огромное количество хп 1.5 просто заходит уже со всеми месяц вообще не боится всей команды Майнгеймс ну и реально уже когда ты не можешь пробить так Тимберсов это уже какой-то тильт надо байбэк нажимать да конечно застрял Бигнум в кустах не добежал не выдал свой контроль в итоге 2 минуты до конца Аегиса у Лины она даже не близко к его потере под Сулар крестом спокойно разбивает еще одни бараки есть врыв от Бигнума со второго раза все-таки врывается но и тут его остановили и боюсь что убили хотя Малик и тоже остановили он получил башек по себе и минус Бигнум правда минус и Аегис у Лины которая в одиночку дралась все это время на хайграунде выкупаясь Дукалис хочет вернуться обратно в игру поучаствовать в этом файте Янгжи продолжает просто бить барак у него БКБ еще есть что ему бояться он его не потратил ой не успел опять не успел дать копье Крылат успел нажать БКБ и контроля не получил у Крылат проблемы правда с лицом он лесу теряет но самое главное что Лины есть она основной табер демедж она и демедж дилер по сути основной сейчас проблема с лицом у Майнгеймс которые потеряли уже все три стороны это мега крипы на 33 минуте на 33 минуте да сейчас просто следующая пачка крипов если даже не выходить отсюда не будут смесет им все смерть еще одного Кора и они точно напишут БГ потеряли Саппорта Бигну а ну Саппорта тоже хватит нет байбеков нет ничего ну третья игра была честно сказать однокалиточной не суперинтересная была грамотно разыграли пакчампы опять же дождались там минуте наверное к 15 на 15 БКБ появился первый драк когда у Рейзера первый БКБшка дождались своих блокинбаров дождались своих ключевых артефактов легкие лайны были везде на трех всех лайнах они одержали победу ну и просто в одну калиточку дальше технически так академически снесли своих оппонентов да пакчампы заставили поволноваться на первой карте но дальше показали что все-таки не зря они находятся в этом матче в статусе фаворитов и заканчивают эту игру с счетом 2-1 проигранная карта ничего не значит самое главное очко полученное за выигранную серию так что основная битва эту команду ждет впереди битва за мажор за определенный посев в этом мажоре а в Юникам впереди еще матч кстати с Империей играть там будет интересно кто из них окажется проигравшим но это все у нас уже обсудит студия аналитики потому что впереди еще матч дня первый победитель интернешнала против последнего победителя интернешнала на-ви он скоро начнется кстати эти голоса в моей голове друзья да на самом деле катка конечно получилась односторонней к сожалению но с другой стороны мы должны правда радоваться именно тому о чем говорили наши комментаторы то есть мы скоро начнем Team Spirit против Na'Vi я не смеюсь что вы собрались здесь ради именно этого матча он должен был бы стартануть полчаса назад но стартануть с небольшой задержкой из-за того что наши парни до этого решили покатать одну из длиннейших игр в рамках данного турнира по-моему вторая карта да у нас была первая карта была в 60 минут практически вот но опять же что-то не произошло к сожалению для нас с вами пакчампы показывают что они фавориты они молодцы они красавцы с другой стороны Might Games все еще не могут побороть себя и выиграть я не знаю как там статистики но под падение трона упала пиратская шляпа в первой карте поэтому Рубикон был перейден значит да 60 было плюс мне очень грустно что у нас тир 5 шмотки выпадают вот всегда вот именно на грани игр то есть почти всегда это решающие рошаны окончание игры и условно говоря одна-две максимума выпадает их практически не используют и так далее нужно чтобы у всего было начало и конец и благодаря тому что появились вот эти тир шмотки я не знаю по какой причине так происходит что у нас все время игра заканчивается до их выпадения может быть оно и к лучшему потому что катушки там на 2-3 часа они конечно же хороши но они выматывают поэтому то что катка в среднем час такая супердолгая это на самом деле круто я скорее про то это я согласен с тобой полностью потому что я помню эту эру когда у нас реально было по 2 часа нормальная игра но я бы хотел просто чтобы терпеть шмотки немножко пораньше были просто чтобы мы их хотя бы увидели и смогли как-то забаланситься с 55-й минуты например не, но с одной стороны да, но с другой стороны это вот как знаешь десерт, который вот скажем так такое блюдо которое редко доставится зрителю и возможно в этом своя изюминка есть более важный вопрос вот Димон сказал что все должно быть начало и конец я начало аналитики кто из вас конец? ну я сбоку я центр вообще всего и взял лост у нас все, все решено надо привыкать получается, Серега лост у нас два кругляша получается все хорошо все, разобрались да да, ну в общем здесь что в принципе все то что мы рассказывали еще на стадии драфтов это Тиммер которого невероятно сложно убить вот просто показательная драка да, там кто-то пак что-то ему вписывает остальные герои бегают там что-то пытаются сделать но демеджи математически просто не хватает даже если они убивают Тиммера там получается так что просто за это время переразвалить всю их команду причем и не один раз и в конечном итоге один Тиммер уже доставляет небольшое количество проблем добавляем то что за Тиммер идет Рейзер который просто высасывает весь демедж фантомки потом и супер а то жирная лина плюс на линии ну линия была довольно-таки комфортная против пака и вот то что было у Майндгеймс ну это ну это в мидгейме оно вообще не побеждает в мидгейме здесь просто герои пакча наверное 1-2 сильнее чем герои в Майндгеймс все так у меня ровно один вопрос назови хоть об одну причину вообще фокусить первым Тиммера я не знаю я просто говорю вот замес у нас раз за разом там Тиммера у него выдали вообще все что было и я просто озвучиваю таки да еще будут и это вопрос скорее так команде то есть они провели крутой файт два хайлайта назад где ворвался спирит брейкер ворвался марс убили разор потому что они пытались здесь повторить типа здесь они молодцы то есть они выбрали правильный таргет у них есть потенциал его убить ну типа в первом доиграли во втором не доиграли вся разница он умер или не умер но нет ни одной причины в мире в пуси Тиммера ну да они стабильник стабильника этим занимались ну сейчас уже наверное просто файлились потому что вот из этой ситуации выбираться и выигрывать было вообще непонятно потому что МКБшки стали появляться и Фантомка она вообще не об этом что-то переживать такой перевес по деньгам но типа они понимали что очки нужны и старались до конца молодцы они боролись но по чем позже много раз показывали что если они играют первым номером у них такой сноубольный драфт там с такими рейзерами бисмастерами тиммерами любимые герои которыми берут инициативу в свои руки они обычно такие карты заканчивали в свою пользу поэтому здесь вот когда МКБшки взяли Фантомку вот они с нами все подписали проговор когда-нибудь мы увидим пакчам которые вторым темпом выигрывают игры но пока они стараются брать только героев которые реально разваливают и чем раньше тем лучше это правда я бы еще отметил кстати рейзер рейзер это красавчик почти все разы когда прыгал Марс и старался дать копье все разы он успевал нажать БКБ и по итогу Марс у него была глобальная дилемма если прыгаешь ставишь арену и кидаешь копье БКБ и все а если ты там пытаешься дать копье без арены ну это уже хватает урона и так далее да рейзер молодец все еще возникает вопрос то есть по какой причине пакчампам вообще на 24 отдали разоры как вообще такое могло быть да 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 ну мы во время драфта об этом говорили мы это обсуждали и вот я посмотрел карту вот он их вынес типа вперед ногами и ничего ничего не меняется да реально вот ребята которые пришли с ним то есть давайте они следующую игру там будут играть там через неделю тоже им в два раза разор отдадим ну давайте почему нет давай скажем так мы для того и смотрим такой длинный дпс чтобы такого не происходило да то есть обычно да да смотрю да вот обычно на ланах когда условно говоря ну там в первый день чуваки пришли с подготовленными стратегиями и возможно второй кто-то ну там не задумывался не успел подготовиться что-то произошло короче такие ошибки допустимы но когда мы уже смотрим несколько недель подряд и еще был перерыв даже еще можно было тысячу раз подготовиться это реально вызывает намного больше вопросов и уж кто-кто но Александр значит Гунин точно подготовиться к этому вопросу намного лучше ну я думаю да этот самый потому что берем вот команду с мелажулом просто каждый раз там Скорпион в первую банну летает все эти привыкли смотрим там против Гидры первый там банк Чен и так далее то есть у каждой команды вот есть условно-синктур просто кто не хочет играть это здесь Таразор давайте Никста уберем давайте Никста ты просто так его расхайпил ну а что не согласен так его расхайпил лучше герой герой имба но явно не для первой стадии ну ладно в любом случае закончилось и закончилось рады за Пакчамп потому что это означает то что у нас будет еще более яркая борьба в рамках оставшихся игр то есть у них финалка если что против Ашеров а у нас Пакчампы заканчивают если вы не следили за великолепным скандалом-общением Корбана вместе с Марком так вот почему Корбан что-то писал поводом для того чтобы разговаривать о расписании было то что у Пакчампа последняя игра 13 числа и чтобы вы понимали они будут дальше чилить а все остальные будут шпилить до 21 числа и это конечно полный кайф для Пакчампа у них получается сейчас будет одна игра только против Ашеров буквально через несколько дней через 4 если более точно и дальше они смогут просто наблюдать как их оппоненты играют они уже ни на что повлиять не смогут ну и им очевидно надо просто обыграть Ашеров и тогда они просто в таком шоколаде насколько это возможно что они отберут очки у своих главных конкурентов вот и займут достойную строчку осталось только обыграть Ашеров но вот это уже во-первых другая история во-вторых будет сделать крайне сложно на мой личный взгляд так вот последний раз знаешь как Пакчампы играли с Никсом ну прикинь хотя бы я очень рад потому что я своим монологом дал себе спейс найти когда они играли Никсом я думаю что они на целых ну короче давай 3 месяца холодно полгода я думаю что правильно полгода полгода назад охренеть это была против Немиги встреча давно реально давно против даже другой Немиги да другие Пакчампы с другим составом в другом патче 24 июля не патч кстати был примерно такой не начался два очевидно там был 4 года там это правда да он там бесконечности совершенно вот мы друзья никуда не расходимся самое главное и самое сладкое у нас будет только впереди потому что дальше у нас с Na'Vi спириты и это намного интересней созвон я жду созвона я просто даю хайп тяну время хорошо а мы что хотели спросить интересное после первой игры да у нас был какой-то вопрос интересный был ли по поводу пиков контрпиков у меня не было вопросов интересных по первой игре я тебе скажу первая игра была настолько что я ее уже забыл там была значит зачем не вкупить виспо вот такой да не 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 но это не тот вопрос ну да у нас было какой-то по механикам наверное друзья она показывает пока мы ждем звонка таблицу таблица замечательная красивая офигенная для пакчампов потому что у них 5-1 следующего спириты возьмут себе 5-0 вполне вероятно если Na'Vi не окажут им достойный бой вот естественно Ашеры пока что сидят с 4-0 у Ашеров если вам интересно следующий матч не только против пакчампов но у них еще две встречи одна из них против Team Spirit и еще одна против Team Empire так что можете считать то что у них сейчас уже наверное 5-0 да и дальше вот решающие пакчамп посмотри смотри вопрос для первой игры каково проиграть карту когда табак говорит что две из трех линии вы выиграли а третью сыграли ничью я думаю там вопрос вот я вспомнил про Армлет на Андерлорде давайте узнаем как раз таки кто у вас о крыла здоров здоров Саш как твое настроение после этой игры да нормально против друга я играл понимаю слушай во первых расскажи что у вас там не пошло на первой карте и отдельный вопрос у нас будет по поводу Андерлорда который собирает себе армлеты и потом их продает потому что мы не вдупляем мы не очень это понимаем в доте слегка почему он купил армлет это на его совести я не знаю видимо посчитал что здесь нужно было а может ты потом спросишь напишешь нам через своего менеджера или сам в твиттер и мы просто будем вообще счастливы максимально конечно конечно спасибо почему первую игру проиграли мне сказали сказать что это пристрелочно было сказали сказать хорошо а что тебе еще сказали сказать да ничего такого у нас обычно сценарий на вопросы типа мы записываем вам вопросы кидаем вам вы по сценарию записываете сами вопросы а ты их озвучиваешь на игре есть сценарий хорошо но вам не скинули вам потому что нам скинули 2.0 по 20 если что я не знаю простите у Корбина он постоянно этим занимается был еще вопрос в первой игре у меня конкретно по поводу того что противник воевал воевал все у них все получалось получалось и вы тупо гарантировали каждую драку кроме последних игнорировали виспа с чем это связано не везло просто как сказать не знаю такие файты находили значит пристреливались я понял последний вопрос может уже не отвечать как на предыдущие по квапе насколько ты оцениваешь игру квапе здесь учитывая что она играла как Зевс то есть давал ДПС но бесполезный в первой игре ну да то есть драк кончился пульт в пятерых ну там в целом игра сложная была уже когда он там просто так культовал так что ну все я и на придушечных тут я ехал прям крепко я ожидал такой ответ поэтому все нормально спасибо ну да потому что спрашивать по выигранным каткам ты что что спрашивать там а может он рассказать что-нибудь хочет секунду нет нет есть вопрос вот смотрите вы известны как Разора Пикера там все такое и так далее насколько ты вообще ожидал что тебе оставят Разора в третьей карте да не знаю ну вообще не ожидал хорошо Саш давай я по-другому спрошу там на баны приехал Бладсикер если я не ошибаюсь Бладсикер вот именно в таком вот именно в таком сетапе для вас особенно ну они думали они думали что у них есть я его очень-все я его очень-очень люблю уважаю так вот по поводу ашеров как по-твоему насколько будет сложно вообще и как к ним готовиться и что с ними делать ну по моему мнению это самая сильная команда ну не считая спирит вообще в дивизионе так что ну будем готовиться будем стараться короче будет сложно да ну должно быть надеюсь будет просто красиво да то есть все такое хорошо большое тебе спасибо Саш не будем тебя больше задерживать и с победой тебя до свидания это вы задушили его на самом деле я не знаю Митяй начал удушающую ты божественный интервьюер Митяй ты короче тот кто задает вопрос и говорит я на самом деле ожидал это услышать вообще давай я сам отвечу на свой вопрос я думаю это то же самое что если бы ты пытался бы быть интервьюером у меня было несколько раз мой интервью самый лучший мне нужно получить определенный ответ он именно его дает то есть ну извините что на трансляции я это делал но в целом для меня это важно было короче я просто надеюсь что мы Александра не слишком жестко придушили и все будет хорошо он к нам еще будет приходить если что просим прощения все аналитикой кроме ласта конечно Димон иногда не просит прощения потому что он лучший интерьер на плане земля а мы с лучшим интерьером прощаемся но ненадолго потому что вернемся к вам после рекламной паузы и и Продолжение следует...